Уважаемый господин председатель, последнюю треть прошлого века можно без сомнения окрестить золотым веком разрушенческой дипломатии. Заключенные в тот период договора и соглашения, в том числе на площадке предшественники нашей конференции, Комитета по разрушению заложили каркас международной безопасности и стратегической стабильности. Конвенции по биологическому и химическому оружию установили глобальные запреты на разработку и применение двух видов оружия массового уничтожения. Договор о нераспространении ядерного оружия стал отправной точкой для масштабных процессов сокращения ядерных арсеналов СССР и США и отказа от обладания ядерным оружием ЮАР, Казахстана, Украины, в том числе моей страны, Беларуси, сведя к минимуму ядерную угрозу и риски возможной ядерной конфронтации. Надежда, что новая система международных отношений периода после Холодной войны будет основана на взаимноуважении и сотрудничестве, а не соперничестве, породила ложное ощущение самоуспокоенности. Мир и безопасность стали восприниматься как данность. Вопросы разоружения и контроля над вооружениями были отодвинуты на второй план, как утратившие, как тогда казалось, свою актуальность. К сожалению, за 20 лет нынешнего столетия мир не стал более стабильным и предсказуемым. На наших глазах происходит деградация системных основ международной безопасности. Доверие вытесняется конфронтацией, диалог обвинительной риторикой, раскручивается спираль новой гонки вооружений. Многосторонние механизмы нераспространения контроля над вооружением и разоружением разваливаются и приходят в упадок, став заложниками политизированных подходов, взаимных претензий и желания добиться односторонних преимуществ в военной сфере. Важно прийти к пониманию, что в условиях кризиса безопасности, турбулентности и усугубляющихся противоречий между ключевыми мировыми игроками разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества. Пренебрежение международными договоренностями в области разоружения и контроля над вооружением способствует росту недоверия и напряженности, влечет за собой угрозу военной конфронтации и создает предпосылки для возникновения конфликтов. А ведь любой вооруженный конфликт ведет к обнулению социально-экономических достижений и человеческих ценностей, отбрасывает государство на многие годы назад в своем развитии, является благодатной почвой для организованной преступности и терроризма. Важным шагом на пути преодоления этой негативной тенденции является продление России и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Рассчитываем, что принятое решение заложит прочный фундамент как для укрепления действующих механизмов в области контроля над вооружением и разоружением, так и разработки новых договоренностей в данной сфере. Белорусская страна готова к предметной и конструктивной работе на данном направлении. Подтверждением тому является наше предложение по возобновлению международного диалога, направленного на преодоление военно-политической напряженности и восстановление доверия. В этих целях нами выдвинуты инициативы о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности с целью заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о создании пояса цифрового добрососедства с целью снижения рисков конфронтации в киберпространстве. Конференция по разоружению зарекомендовала себя как уникальная площадка для ведения переговоров по широкому кругу актуальных вопросов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. К сожалению, она, как и многие другие разоруженческие механизмы, находится в затяжном кризисе. В этой связи Беларусь, которая председательствовала на заключительной сессии конференции по разоружению в 2020 году, стремилась к активизации работы данной переговорной площадки и полному использованию ее нерастраченного потенциала. Призываем предпринять максимум усилий по преодолению существующих разногласий и скорейшему запуску предметной деятельности конференции по разоружению на основе всеобъемлющей и сбалансированной программы работы и в рамках ее мандата. Убеждены, что позитивный эффект от прогресса на разоруженческом треке неизбежно распространится и на другие сферы взаимодействия. От эффективных и долгосрочных решений в сфере международной безопасности и разоружения напрямую зависят мир, стабильность, достижение устойчивого развития и в конечном итоге само существование человечества. Благодарю за внимание.